Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников с описанием по книге Великий музей мира. Джон Уильям Уотерхаус, святая Евлалия. 1885 год, холст масла, 188 на 117. Джон Уильям Уотерхаус, английский художник, творчество которого относят к позднейшей стадии прерафаэлитизма. Он известен своими женскими образами, заимствованными из христианства, мифологии и литературы. В настоящее время Уотерхаус считается одним из самых популярных и дорогостоящих художников Великобритании. Его картина «Святая Цицилия» на аукционе в 2006 году была продана за 6 миллионов евро. Жития ранее христианских святых дают много драматических сюжетов, привлекавших мастеров разных эпох. Данная картина повествует о мученической смерти святой Евлалии и чуде, свершившемся в тот момент. Согласно римским законам, все граждане были обязаны декларировать приверженность римским богам. Отказ от государственной религии считался оскорблением императора. Евлалия была осуждена во время слушания исповедовала себя христианкой и отказалась почтить языческих богов. Ее приговорили к пыткам, крючками и факелами. Во время истязаний изо рта святой вылетел голубь, что напугало мучителей, и в то же время Евлалию накрыл внезапно выпавший снег, прикрыв ее наготу. Уотерхаус свободно трактует данный сюжет, изложенный в книге о мучениках испанского поэта V века Пруденция. Зритель видит не одного, а множество белых голубей. Снег хотя и покрыл пространство площади, но не укрыл обнаженного тела святой. Вместе с тем многие детали переданы вполне точно. Например, распятие, крюки и гвозди. Романтический экспрессивный стиль художника очень полно передает весь драматизм и трагизм событий. Вот такое описание к работе святая Евлалия Джона Уильяма Уотерхаус. Писание о книге Великий музей мира. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok